Здравствуйте! Считанные минуты остаются до того мгновения, когда в школе номер 9 прозвенит первосентябрьский звонок. А мы приготовили для вас стихотворение на букву «Д». Двигатели есть у машины и станка, с двигателем в море ходят корабли. Реактивный двигатель несет за облака, ну а вечный двигатель не изобрели. В яхте, в которой экипажи школы номер 9 отправятся в путешествие за знаниями на борту обновленной школы, двигателя нет, но им служат хорошие оценки кадетов, профессионализм педагогов. А еще двигаться вперед учебному заведению на Малом Мысу помогает поддержка корпорации ВСМПО «Ависма». Нынешняя спонсорская помощь в школе номер 9 «Мы с доброй надеждой» от корпорации ВСМПО «Ависма» была масштабна. За счет нее спортивный зал полностью сменил кровлю и внутреннюю начинку. Кадеты с любопытством и интересом заглядывали сюда и в летние каникулы. Я первым делом сразу заметила все обновления. Я просто пришла и даже не поверила, что это моя школа. Ну настолько много было обновлений, и спортзал, и полоса препятствий. Это все как-то сразу в глаза бросилось. И первым делом, когда я совсем недавно пришла в школу, я увидела расписание, увидела, что там урок физкультуры у нашего класса. Я так обрадовалась, что мы сразу попробуем это все самыми первыми. Пройдемся по этой полосе препятствий, на физкультуре там позанимаемся, в новом спортзале. В обновленном спортивном зале уже прошли первые уроки физкультуры. Ребята опробовали новые турники, кольца, теннисный стол и другие спортивные снаряды. А в скором времени зал пополнится новым электронным таблом. Подобное установлено в спорткомплексе «Чайка». Да, для игровых видов спорта очень удобно, для уроков, конечно, очень удобно. Мгновенно счет вести, чтобы дети видели, это очень интересно. Детей стимулирует одновременно, что они знают, когда или ты кричишь, счет называешь. Гораздо проще все это глазами видеть. Ну и зрительно, конечно, очень красиво смотрится. Новенькие спортивные снаряды заняли пустующую территорию возле школьного стадиона, напротив пруда. На выделенной корпорации средства была приобретена и смонтирована полоса препятствий. Данный объект значим для нас тем, что, участвуя в мероприятиях, как городского, так и окружного и областного уровня, нам зачастую приходилось испытывать определенные трудности, а именно преодоление данной полосы препятствий. И сейчас, имея такой объект, нам будет очень удобно проводить тренировки и, соответственно, показывать результаты. Полоса препятствий поможет кадетам готовиться к соревнованиям различных уровней, в которых школьники всегда принимают самое активное участие. В прошлом учебном году младшая и старшая группы кадетов заняли первые места на специализированных состязаниях мельничной и бронзу в окружных соревнованиях горнозаводского округа. Мне хочется выразить искреннюю благодарность от лица всех кадетов школы, администрации школы, от себя лично, за ту заботу, которую проявляет о нас корпорация Восемпуависма. Эта забота чувствуется не только в том, что в этом году была построена такая полоса препятствий. Мы эту заботу чувствуем ежедневно, так как выделяется автотранспорт для доставки к месту обучения личного состава и обратно. Это питание, это обмундирование, которое оплачивается корпорацией Восемпуависма. И мы очень благодарны руководству и лично генеральному директору корпорации Восемпуависма о той заботе, которую проявляет о нас завод. Особым гостем на празднике знаний был генеральный директор корпорации Восемпуависма Михаил Воеводин. Михаил Викторович вместе с главами округа Алексеем Забродиным и Константином Ильичевым прошел по отремонтированным помещениям девятой школы, а затем, участвуя в празднике, преподнес подарок самым юным кадетам – первоклассникам. Первоклассники тут же принялись рассматривать яркую книгу и по слогам прочитывать веселые и познавательные стихи. В этот день у школьной малышни было много эмоций. Самое яркое – знакомство с первой учительницей и первый в их жизни урок, на котором они уже тянули руки, отвечали на вопросы и запоминали первое домашнее задание. Не меньше своих подопечных волновалась новый педагог, единственного в девятой школе первого класса Елена Телегина. На практике уже много уроков провела, поэтому это не было для меня каким-то новым. Просто первое сентября, конечно, это очень волнительно, потому что, во-первых, это новые дети, это родители, которых я видела только два раза в своей жизни. И плюсом переживала, вдруг они не будут слушать, но мне понравилось, мне кажется, что я хорошо провела. К этому остается добавить. В добрый путь большая яхта под названием «Мы с доброй надеждой».